Любимая миллионами людей яблочная пастила появилась более ста лет назад. Немногие знают, что напоминающий с виду торт «Медовик» этот фруктовый десерт сделан только из яблок. Для приготовления пастилы подходят только кисло-сладкие сорта – «Антоновка», «Богатырь» или «Синап». Заранее собранный урожай отвозят в цех мойки яблок и загружают в ванну с холодной водой. Ванну подается воздух, пузырьки которого перемешивают фрукты, помогая сотрудникам цеха удалить с поверхности листья, частицы земли и отобрать в производство только свежие яблоки. После мойки фруктам дают немного обсохнуть. Когда русский купец Амросий Прохоров придумал рецепт яблочной пастилы, яблоки запекали в дровяной печи огневым методом. На современной пастильной мануфактуре их запекают в печи при температуре 230 градусов около полутора часов. Диаметр фрукта должен быть не менее 5 сантиметров, иначе яблоко просто сгорит. Готовые яблоки достают из печи. Не обращайте внимания на их внешний вид. Внутри находится та самая запеченная мякоть, которая станет основой будущей пастилы. Прежде всего, горячим яблокам надо остыть. Поэтому их отвозят в камеру дополнительного охлаждения с температурой от 3 до 7 градусов на 2-3 часа. Когда яблоки сбросили первый жар, их отправляют в камеру основного охлаждения, где они отдыхают около 5 часов. Именно отсюда фрукты заберут в цех протирки. Аппарат для протирки яблок сотрудники пастильной мануфактуры называют ласково «крокодил». В верхнее отделение аппарата сотрудник загружает печеные яблоки и запускает механизм протирки с двумя барабанами из мелкой сетки. В одну емкость отделяется кожура и семенная коробка, в другую – однородная масса яблочного пюре. После протирки охлажденное пюре относят к аппарату взбивания. В открытый люк добавляют пюре, сахар и заливают яичный белок. Три простых ингредиента взбивают на протяжении от 7 до 10 минут в зависимости от сорта яблок. По завершении процесса сотрудник должен убедиться в готовности продукта. Пока светлая воздушная масса не потемнела от контакта с кислородом, ее быстро сливают в металлическую емкость. Сито с пюре помещают в тележку и отправляют на подсушку на 36 часов. За это время при температуре от 70 до 85 градусов яблочные коржи наберут нужный цвет, из них уйдет лишняя влага, а структура сохранится однородной и пористой. После подсушки сито с яблочными коржами охлаждают и проверяют упругость. При нажатии поверхность должна восстановить первоначальную форму. Когда коржи готовы, их отделяют от бумаги и выкладывают на разделочный стол по три штуки. Каждый корж промазывают небольшим слоем взбитой массы из яблочного пюре, белка и сахара. Затем торты выставляют на полки на 24-25 часов, чтобы коржи прочно соединились друг с другом. Спустя сутки торт нарезают пекарским ножом на куски весом не менее 200 грамм. Каждый из них взвешивают для определения точной массы. Если кусок не соответствует стандартам, его отправляют в утиль. Нарезанные кусочки пастилы выкладывают на сито и снова увозят в сушильную камеру на 2-3 часа, где они отдыхают при температуре 50-60 градусов. После финальной подсушки кусочки пастилы можно упаковывать. Каждый кусок опудривают, после чего яблочную пастилу аккуратно выкладывают на ленту для целлофонирования. Система натягивает рукав индивидуальной упаковки, подает кусок и обрезает под заданный размер. За один час работы аппарат отдает около 4000 упаковок. После целлофонирования начинается этап вторичной упаковки. Пока пастилу укладывают на ленту, металлические поршни с присосками со скоростью 50 штук в минуту открывают картонные пеналы. Машина отправляет упаковку пастилы в пенал, закрывает с двух сторон и наносит дату изготовления. Чтобы десерт попал на полки магазинов и кафе, требуется 72 часа кропотливого труда сотрудников. За одни сутки пастильная мануфактура произведет около 5 тонн натуральной яблочной пастилы. Этого вполне хватит, чтобы выложить два футбольных поля. Но мы советуем найти более разумное применение фруктовому десерту и пригласить друзей на чашку ароматного чая. Если вы готовы поделиться кусочком.